Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В этом фильме мы едем на поезде из Риги в Мадонну. Наблюдаем за красивой природой Витземы, историческими железнодорожными остановками, людьми и получаем новые впечатления, сидя в удобном кресле поезда. Наше путешествие начинается с привокзальной площади, на которой очень часто проходят разные мероприятия. Всего доброго, всем! Сегодня тут проходит концерт в поддержку доноров. Ну что ж, на сей раз даем пожертвования в поддержку доноров и отправляемся на вокзал. Рижский центральный вокзал – крупнейший пассажирский железнодорожный вокзал в Риге и во всей Латвии. Его строительство началось в 1858 году, после утверждения проекта первой железной дороги Рига-Динабург, ныне Таугоплс. Станция начала свою работу в 1861 году, когда была открыта дорога на Динабург, а далее на Петербург и Варшаву. Первая станция представляла собой небольшое двухэтажное здание с железнодорожными путями на фасаде. В связи с активным расширением сети железных дорог и поезда потока здание вокзала стало для Риги тесноватым. В 1889 году к старому зданию вокзала пристроили два трехэтажных крыла. В 1957 году вновь стал актуальным вопрос модернизации Рижского вокзала. Проектные работы проводились в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Дата открытия нового здания совпала с 20-летием в Советской Латвии 21 июля 1960 года. Архитектура вокзала выдержана в монументальном стиле. Для внешней отделки использовался светлый известняк. В создании нового здания принимали участие строители московского метрополитена. Сегодня в рамках проекта Рейл Балтика здания железнодорожного вокзала опять будет меняться. Поезд из Риги в Мадонну обновили недавно. Он начал курсировать с 1 июня 2021 года, чтобы пассажиры могли быстрее, комфортнее и дешевле добраться до Мадонны и Гулбана. Поезд Мадонны ходит каждый день, а до Гулбана по пятницам, субботам и воскресеньям. Поезд отправляется из Риги в 19.01, а из Мадонны в Ригу в 4.56 утра по будням и в 7.33 по субботам и воскресеньям. Путешествие на поезде из Риги в Мадонну составляет 129 километров. Поезд находится в пути 2 часа 31 минуту. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня я еду на поезде из Риги в Мадонну. Это 2,5 часа. Путешествуя поездом из Риги в Мадонну и обратно, пассажиры тратят на дорогу на 33 минуты меньше времени, чем на автобусе. Цена билета 5,45 евро, что тоже дешевле, чем на автобусе. Билеты на поезд можно купить как в кассах, так и в интернете. Ну что ж, поехали со мной на поезде из Риги в Мадонну. Проедем по центральному региону Латвии Видзаме и посмотрим на нее из окна поезда. Поезд делает 16 остановок. Центральний железнодорожный вокзал, Яня варти, Саласпилс, Игшчиле, Огрит, Егумс, Лилварда, Юнправа, Скривери, Айскраукли, Кокнеса, Плявинис, Янкалснова, Калснова, Марциена и Мадона. Играет музыка. Витземе Витземе – это одна из исторических земель Латвии, регион в центральной части страны, в котором много интересных и красивых достопримечательностей. Рига, столица Латвии, расположена в юго-западной части региона. Витземе представляет собой уникальное сочетание культурного и природного наследия, что делает его интересным местом для туристов, ищущих новых впечатлений. У каждой станции своя история, и в каждом регионе можно найти много интересного, что посмотреть. Все города на маршруте из Риги в Плявенис объединяет река Даугава. Даугава – старинный водный путь, судьбоносная река Латышей. По долине Даугава переселялись первые растения, затем животные и человек. Человек оставлял за собой многие городища, церкви, дворцы, господские усадьбы и традиции. Поэтому по ее берегам наблюдаются не только пейзажи красивой долины, но и различная культурная среда. Развалены Кокновского замка, выезд на лодки викингов, дендрарий в скривере, музей Даугавы – это только некоторые объекты, которые стоит увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша конечная остановка – железнодорожная станция «Мадонна». Она находится в городе Мадонна на железнодорожной линии Плявенис-Гулбене. Когда-то здесь начиналась железнодорожная линия «Мадонна-Лубана», которая была закрыта в 1990 году. В 9 километрах от Мадонны когда-то находилась станция «Праллена». Станция «Праллена» на бывшей железнодорожной линии «Мадонна-Лубана» закрыта. К сожалению, здание станции тоже не сохранилось. Она располагалась в Праулинской волости, недалеко от поселка Луза, где в то время находился кирпичный завод. Что делать в городе Мадонна смотрите в моих других фильмах. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка!